Всем доброе утречко! Я хочу начать сегодня свой влог с рекомендации. Вот такая вот тушь классная. Купила специально водостойкую на море. Она потрясающая. Вот после даже вот таких вот волн, которые с головой накрывают, ресницы не слипаются, они остаются накрашенными. Вообще очень клевая тушь. Прям очень советую. Коллаген там есть? Нет? Главное, что она водостойкая. Она недорогая была, но она очень хорошая. И она очень классно прокрашивает ресницы. Реснички поначалу... Ой! Реснички поначалу, до того, как тебя волной 10 раз обдалует, и ты полностью погрузился в море, реснички вообще очень хорошо разделяет. Клево. Так. Ну, в общем, я сейчас одеваюсь, собираюсь, и мы идем вместе на море. С утречка мы ходим каждый день на море. Ну, почти каждый день. И не всегда все вместе. Если я монтирую влог, то Сергей идет с детьми. Если он монтирует видео свое, то я иду с детьми. Если я иду на какие-то аттракционы... Вот мы ходили один раз в зоопарк, один раз ходили в лазерный лабиринт. О, не лазерный, а как он? Зеркальный лабиринт. Дом наоборот. Вот в это время Сергей тут дома сидел, поработал. А я с детьми хожу. Ну, и когда мне надо там влог помонтировать... Но я обычно в влоги монтирую ночью, когда все уснули. Я тут с наушниками монтирую влоги. Вот поближе покажу. Маскары или что за фирма? Я сама даже не знаю. Я писала чисто в поиске, знаете, на водостойкую тушь. Смотрите, я расскажу вам прикол. Взяли Никите вот такие вот резиновые тапки. И в этих тапках резиновых я дома ходила, по двору, поливала. Да просто выходила иногда даже в магазин. Они были большие. Они были мне немного большие. Никите чуть-чуть большеватые были. Вот, смотрите, какой мой размер. В итоге тут они сузились просто до Степиного размера, наверное. Я не знаю, почему так произошло. Видите, насколько сильно меньше стали? Я сегодня утром говорила Степе. Говорю, Степ, пусть будут теперь твои тапки. Раз они теперь такие маленькие. Степа попытался в них влезть. И говорит, узкие слишком, мне давят сильно. В общем, даже Степин, те малы, были 37-го размера, а стали 32-го. Ну вот, даже Миша в них не влезет. И когда я надевала эти тапки, у меня в пальце были вот так. Да? Боже мой. Ну все, смотрите, какие цветы огромные. Как будто не настоящие. Они размером больше, чем моя голова. Вот это да. Красота какая. Пойдем. У меня волосы на море постоянно как у русалки. Потому что я все время в косе и плаваю тоже с косой. В итоге, когда я ее распускаю, у меня все время вот такие вот кудрашечки. Если прийти пораньше, то можно занять место под грибочком. И будешь сидеть в тени. Вот. Морожка сегодня поспокойней. Поспокойней, сказала. Все равно волны, да, большие? Все равно успокойней. Просто с головой. Вот я смотрю, людей не накрывает. А есть места, где вообще, где чуть поглубже. Там просто волны, на которых катаются. Я, кстати, заказала новые круги детям. У нас круги потрескались. Не знаю почему. В общем, заказала большой круг Никитий, большой круг Миши. У Степы есть круг вот. И еще заказала новую нам пляжную сумку. Потому что вот эта уже в ужасном состоянии. Там и дырка в ней прожженная, и что-то еще. И она не закрывается. Молния сломалась. В общем, у нас будет новая сумка. Сегодня Кургерия Андерсмаркета должен ко мне приехать, привезти. Надеюсь, у меня связь поймает, когда он будет подъезжать. А то тут со связью плохо. Тут, в общем, вот такая вот гора. Видите? Гора вот такая вот тут. И эта гора загораживает вышки сотовые. Вышка вот там есть. Когда мы едем к Магниду, там отлично ловят. А тут, что на пляже, что... Ну, тут везде плохо ловят. Но на пляже вот самого берега вот тут еще более-менее. Так что я очень надеюсь, что курьер мне дозвонится. Дети что-то не раздеваются. Не пойму, никто не хочет, что ли, купаться. Я разделась. Я сейчас пойду купаться. Пойдешь со мной купаться, Степа? Да. Да? Все, Степа сразу разделся. Сказал, что со мной пойдет купаться с Клюком. Слушай, мы, значит, со Степой вдвоем идем купаться. Да? Да. Любишь купаться? Да. Отец. Все. Продолжение следует... 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 Но его может потом волной накрыть... Если он тогда сядет... Слишком глубоко... Да, Саня... Сегодня у нас хорошая погода... Сегодня на небе небольшая плачка... Но все равно благодаря им... Солнышко не так сильно жарит... Более рассеянное... Продолжение следует... 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 Вот этот домик на заднем коне, это домик, где мы живем. И вот тут, на втором этаже, это наши окна. Никита сегодня на горизонте насчитал 7 кораблей. Каждый день мы тут корабли видим, но обычно там 1, 2, а сейчас вот уже 7 видно. Тут даже больше 7. Даже больше, говорит, 7. И вот там кораблик. Много кораблей там. А там папа со Степой пошел купаться. А там папа со Степой пошел купаться. Напоследок мы уже собираемся уходить. Мы поехали сейчас, съездим за мороженым к роботу Кике. Дети о нем помнят до сих пор, хотя было 2 года назад или даже 3 года назад мы тут были. И вот едем мимо Пашка аттракционов, то есть есть различные аттракционы, дельфинарии. В дельфинарии мы как-то были на Степпин день рождения тут. Но мы едем дальше. Робот стоит на другом пляже чуть дальше. Я не знаю, стоит или нет, может быть, уже и не стоит. Сейчас посмотрим. Тут в Голубицке много и пятерочки, и магниты. Много таких магазинов. А еще много вот таких вот пунктов с водой, где можно купить воду. 5 литров стоит 30 рублей. Выходит 5 рублей за литр. 6 рублей. А, 6 рублей за литр, да. Выходит вот 6 рублей 1 литр. Ну, а там где-то по 5, не слушайте. Я тоже подумала, что ты за 5 рублей покупал, не считай, и сказал, поэтому 5 рублей за литр. Так, мы приехали на вот тот пляж, где тут робот стоял 2 года назад. Вот тут она стояла, сейчас ничего тут нет. Ну, просто дойдем сейчас до пляжа, посмотрим, что тут. А у меня тут чебурашки. Чебурашки. В общем, тут много выходов к пляжу. И каждый выход, как называется, вот пляж номер 27, по-моему, этот называется. Мотоцикл, а я вижу пляжную сумку. А я вижу леопардовый костюмчик. А я вижу все по 40 рублей. Это уже булнами. Смотрите, тут какой пляж маленький. И тут людей, конечно, намного больше, чем там у нас на нашем центральном пляже. Много людей. И люди друг на друге практически находятся. Ну, тут просто вот как-то пляжи, они там огорожены, нельзя пройти дальше. А у нас можно дальше идти сколько угодно. И там дальше пляж все меньше и меньше людей. А тут вот просто очень много. Дети у меня застряли вот в этом отделе, где все пособит рублей. Ну, бери. Что, Миша с Остёпой что-нибудь выбрали? Так, вместо, в общем, мороженого мы сегодня наберем мармелад. Это наши любимые мармеладки. Вернее, детские любимые мармеладки. Мам, я так сейчас понял, что она прилипает. Да, так она двухсторонняя. Видишь, липнет с двух сторон. Липучка, рука. Это Стёпа за 40 рублей взял. Это Никита за 40 рублей взял. А Миша взял колечко, которое цвет меняет. Ничего себе! Так вы только можно одну. Одну. А я поехала в купальники. Думала, может быть, на пляже тут? И скупаемся. Но в итоге пляж такой забитый, что невозможно в нём купаться. Так что мы взяли вкусняшки, игрушки. И сейчас поедем туда дальше. Ну, вернее, в обратную сторону поедем. Мы припарковались очень далеко, поэтому Сергей сейчас туда сходит. Машину возьмёт тут, нас заберёт, и мы поедем. А то мы долго очень шли. Мы перепутали пляжи. Припарковались туда, наверное, пляжи 3 или 4. Вот в ту сторону дальше. Мы приехали к аттракционам. Идём мимо кафе. Вот в этом кафе мы как-то давно-давно ели пиццу. И она называлась... Что-то типа со спать-бобом связано. У них там какой-то кафе было. А, крак... Крак... Не могу выговорить. В общем, закрылась. Сейчас просто вот столовая написано. Так, тут касса. Кассу огромная очередь. По ценам. У той кассы огромная очередь. А тут ещё одна есть касса. Тут вообще пусто. И мне кажется, там ещё третья была касса. Но до этой просто, видать, никто не доходит. Есть скидки многодетным, но работают они с 10 до 12 утра. Так что, кто будет сюда ехать, вы имейте в виду. В общем, мы сейчас от парка отошли в другую сторону. Тут есть Динопарк. Кстати, билет вообще недорогой. Стоит 600 рублей взрослого, 500 рублей детский. Многодетным один ребёнок-подарок. Вот этот маленький бесплатный. То есть мы вообще даже дешевле, чем вот в этот зоопарк, который мы вчера ходили. Можем туда попасть. Там тоже есть, типа, маленький зоопарк. А вот сюда мы ещё ни разу вообще не ходили. Жесть, карусель. Просто ужас. Миша, да вы везде хотите. Сейчас мы посмотрим, что тут есть. И выберем какой-нибудь аттракцион. Куда-нибудь сходим обязательно. Мы просто тут ни разу не были. Вот в этот переулок мы никогда не заходили. Тут вон целая феррила башня. 300 рублей идёт вот такой вот автодром. Вот там в парке авто дороже. Там автодром, по-моему, 500, что ли. А тут 300, и он побольше, и людей поменьше. Я даже не знала, что в Голубинске есть такая огромная, большая территория с аттракционами. Мы всегда вот на том парке останавливались, и всё. Может быть, её недавно тут построили. Тут, мне кажется, какой-то пустых был. Из всего этого разнообразия дети хотят в Дом Великана. Мы там были уже три раза. Они говорят, Дом Великана, Дом Великана, и всё тут. Иду ищу к кассу. Всё, я их отправила в Дом Великана, троих. А мы с Сергеем и Сашкой тут погуляем. Саше очень нравится дракон, который вот тут вот летает, я бы сказала. Он реально с такой скоростью носится, как будто летает. Большой дракон там. В общем, я всё-таки тоже зашла в Дом Великана. Никита в больших ботинках тут уже расхаживает. Какой-то большой пистолет тут есть. Стёпа застрял в стиральной машине, говорит, помогите. А хочешь Саню в ботиночек залезть? Нет, туда все ноги ставили, не хочу. Сейчас он тут всё равно будет ползать везде. Ай, Миша тоже в больших ботинках идёт. Ну, идите, я вас двоих сфоткаю. Да почему-то темно. Вот видите, у меня даже камера плохо отображает изображение, потому что тут темно. Но мне сказали, что это потому, что на улице я слишком светло. Тут, кстати, вот домик не классический. Мы были три раза в Доме Великанов. Они все очень похожи друг на друга, одинаковые предметы. Тут новенькая книга, зубная паста, айфон есть большой. Раньше не было. И сам дом другой формы, не такой, как вот все классические идут. Тиральную машину мы как-то уже видели. Мы как-то были даже в Доме Великаны, где была огромная дженга, и мы там играли очень долго. Делик большой вот есть. Мам, тут с мячиком. Да, Саш с мячиком. Там ещё конструктор. В общем, мы насиделись в этом Доме Великаны. Дети, мне кажется, там минут 40 провели. Вот каждый раз видят Дом Великаны, каждый раз в него ходят. Смотрите, какой ещё есть аттракцион интересный. Поднимает вверх на параплане и отпускает вниз по канату. Закат там уже где-то далеко. Сегодня мы закат встречаем вот так. Сергей сейчас пошёл вот в пятёрочку. Хочет там арбузик купить. Поедим вечером арбуз. И уже поедем. Может быть, ещё сюда потом завтра или послезавтра приедем, потому что аттракционов ещё много. Но мы уже кушать хотим. Саша уже начинает тиховать, тоже кушать хочет. И Стёпа в туалет захотел. В общем, долго мы не можем там. Хотя мы, мне кажется, долго там много времени провели. Стёп, купили арбузик? Жёлтый. Жёлтый? Мы как-то покупали жёлтый арбузик, он был невкусный. Маленький. Ну ничего, попробуем. Радность стоит такой. Сколько? 350. 350 рублей? Ну, дадим второй шанс жёлтому арбузу. Как-то брали, вообще невкусный был. Вы посмотрите, какой красивый закат. Дети там на заднем фоне радуются. К сегодняшнему ужину. Потому что у них будут детские сосиски. Мы нашли в пятёрочке детские сосиски. С очкастым мальчиком. С очкастым мальчиком они говорят. С сосиски. С Никитой. Миша всегда говорит, что это с Никитой. Из Никиты он говорит, да. С сосиски из Никиты. В общем, у нас сегодня будет попростеньком и ужин. Надо пояснить, Никита носит очки и ужин. Но закат там сегодня просто шикарнейший, шикарнейший. Жалко, солнышка не видно. Красота. Тут каждый день вообще красиво. Закаты, даже когда облаков нет, всё равно очень красиво. Да дети там уже мармелад своего наелись на заднее сиденье перед ужином. В общем, не жизнь, а сказка. Поели уже, поужинали. Теперь арбузик разрезаем. Но выглядит он, конечно, красиво. Но интересно, какой он на вкус. Я люблю тоненькие, потому что, смотрите, если арбуз режешь тоненькими кусочками, Сергей мне не верит, то когда ты кусаешь, весь сок течёт в рот, а если толстыми кусочками, когда кусаешь, весь сок течёт по рукам, по ногам, по пузу и везде вокруг. Поэтому вот такими хотя бы тоненькими кусочками надо. Полотенце. Вкусный. Вкусный? На тебе полотенчик. Как обычный. Как обычный. Ну, главное, что вкусненький. Так, Тоненька? Нет, вот такие вот кусочки идеальные. Вот такой толщины. Никита, садись сюда. А мне сейчас позвонили из Яндекс.Маркета. Мне днём позвонила доставка, говорит, мы будем у вас в течение 20-30 минут. А мы как раз уезжали, и я тут хозяйка предупредила, потому что сейчас в течение 30 минут подъедут, в течение часа. А в итоге приехала доставка в Волгоград. Звонят, говорят, а мы там к вам приехали. Никто не открывает. Я говорю, в смысле? Ой, в общем, перепутала доставку. Да, в Волгограде там дедушка принял доставку, всё нормально, он просто не открывает, когда незнакомые, ну, что ему там открывать. Вот, в общем, тут сейчас только что позвонила доставка. Это у нас сейчас где-то 9 вечера. Сказали, сейчас приеду. Да, я их с 10 утра жду. Ну, хорошо, что хоть дозвонились, потому что тут очень плохо связь ловит. Я из-за этого переживала. Думала, ну, был бы пропущен тогда, если что. Да, вот только сейчас собрались ко мне. Он говорит, вы готовы принять заказ? Я говорю, с 10 утра готовы. Жду вас, не дождусь. В общем, завтра будем плавать на больших классных кругах. Ну, он вкусный, но не очень насыщенный вкус. Итак, среднячок, да. Тоже хотела сказать, среднячок. Мне кажется, вот этот красный мы ели позавчера. Он был намного вкуснее. Так, 100% красный вкуснее. Вкусный, но не такой насыщенный. Более нейтрально вкусный, как позов, всё-таки. Пап, ещё. Может быть, они недоспелые какие-нибудь. Потому что мне писали в комментариях, что жёлтые, они наоборот, более сладкие. Но нет, вот уже сколько раз мы пробовали, всё равно, ну, больше на травку похож. Мам, ты такие не любишь? Вот такие люблю, всё. Вот, видишь, что они-то такие. Такие кусочки я откусываю и жую. И весь сок в рот идёт. А когда вот таким треугольником большими режут, откусываешь, он вот так стекает всё вниз. Потому что невозможно откусить так, чтобы в арту оказалось всё. А вообще, я из тех людей, кто любит арбузы, есть ложками. Ну, или вот такими тоненькими кусочками. И с хлебом, да, с хлебом. Я, конечно, обожаю. Но хлеб у меня в комнате остался, я не хочу за ним идти, мне лень. Я скажу, что у нас ловили, я с хлебом. Не знаю, да? Степ, ты любишь арбуз с хлебом? Ум, конечно. Ваше арбуз с хлебом. Продолжение следует...